Явных признаков нет. Такую фразу часто слышат бойцы, вернувшиеся с войны на Донбассе в медучреждениях, куда обращаются за психологической помощью. Ее услышала и героиня одноименного документального фильма Оксана Якубова. Женщина была призвана в первую волну мобилизации в марте 2014-го. Спустя три года поняла, больше служить не в силах. У нее посттравматический синдром. С героиней и создателями фильма встретилась Инесса Занина. Эти два месяца того, что я сижу, реально это просто ад. Два месяца ада, это реального ада. Ад для Оксаны Якубовой начался после демобилизации. Воевала с марта 2014-го по 2017-й. В ее подчинениях заместителя командира батальона было 600 человек. У нас в 16-м году в декабре были очень тяжелые бои. Добальцевское направление, район Светлодарской дуги. Одно из самых тяжелых направлений, такое же, как Авдеевка. Ротация была очень тяжелая, очень было много убитых. За этот год у меня в батальоне погибло 50 человек, 180 раненых было. И уже под конец я уже понимала, что чуть-чуть что со мной не так, но еще держалась. Восемь месяцев я не выезжала вообще с зоны АТО. После очередного отпуска поняла, вернуться на фронт нет сил. Она психологически сломлена. С 2017-го лечилась в госпитале, санаторе для военнослужащих и проходила курс психотерапии, организованный волонтерами. В этом году тоже у меня был взрыв, я ложилась в госпиталь, но уже ветерана войны, потому что, увы, гражданские госпитали нас не берут. Они когда увидят, что АТОшник, когда видят, что у тебя был стресс, этот розлад, когда видят контузию, они сразу отказываются. Мне прямо в одной больнице заявили, идите в дурдом. Проблема посттравматического синдрома у женщин стала темой документального фильма «Явных признаков нет». А Оксана стала главной героиней. Режиссер познакомилась с ней, когда снимала ленту «Невидимый батальон» о женщинах на войне. После того, как я познакомилась с Оксаной, мы с ней встретились, стало понятно, что это фильм не портрет человека на войне, а это портрет человека после войны. Собственно, так мы сделали короткометражную версию. История требовала того, чтобы ее оформить в полный метр и, собственно, поднять проблему реабилитации, которая в течение съемок, я поняла, не решается в рамках нашего государства. Документальный фильм «Явных признаков нет» удостоился награды. Лучший восточноевропейский фильм на международном фестивале «Док Лейпциг» в 2018 году. Тогда состоялась его премьера. В Украине он завоевал четыре награды на фестивале «Докудейс Юэй». Инесса Занина, Андрей Толяренко, Юэй Тиви.